Охладеть к новому занятию можно через несколько дней, а возможно, наоборот, настолько в него влюбиться, что каждая свободная минута будет посвящена любимому делу на протяжении многих лет. Мимолетное увлечение фольклором переросло в дело всей жизни у Сергея Плотникова. Он слесать по профессии, но неравнодушен к музыке, забытый. Его интересуют исключительно те инструменты, на которых играли несколько веков назад, рассказывает Алена Боровикова. Музей забытой музыки Воронежа. Гусли, волынка, дудки, трещотки. Все эти древнерусские музыкальные предметы родились в нашем 21 веке в руках знаменитого музыкального мастера Сергея Плотникова. Здравствуйте, Сергей. Это что за музыкальный предмет? Это очень простой музыкальный инструмент, называется било. Било. Как он звучит, мы можем с вами сыграть сейчас? Конечно, можем. Вы составляете мне компанию и отбиваете определенные ритмы вот на этом музыкальном инструменте. Ну, примерно так. Мы с вами сымитировали колокольный звон, насколько я поняла. Ну да. Вот, поэтому были било... Сначала были било-деревянные, ну, звучали они тише, потом были било-металлические, они имеют разную форму. Ну, то есть ударные музыкальные инструменты, у них такой широкий диапазон, и они все очень простые. Соответственно, здесь достаточно большое количество различных трещоток, но некоторые известны всем, потому что все фольклорные ансамбли используют вот такой музыкальный инструмент, это трещотки южно-русские. Вот, их до сих пор там в свадебных обрядах используют, говорят, что от невесты женихом нечистую силу отгоняют звук именно вот этих трещоток. Вот, есть трещотки новгородские, они у нас из употребления вышли, вот, но в раскопках в Новгороде найдены. То есть это трещотка на ручке, на ручке, принцип тот же самый, прокладочки между ними, и достаточно просто мы их можем применять. Сергей по специальности мастер-инструментальщик, работал учителем труда в интернате и сам себя называет музыкантом по неволе. Увлечение музыкой началось совершенно неожиданно. В 2002 году жена подарила ему на Новый год книгу о старинных музыкальных инструментах. Но в ней были не просто картинки и описания, а подробные чертежи. Тогда Сергей и загорелся идеей непременно воспроизвести то, о чем написано в книге. Первой пробой стала валынка. Русский народный музыкальный инструмент, то есть у нас назывался валынка. В Шотландии такой инструмент тоже есть, но там он называется бакпайп. В Испании есть такой инструмент, называется гайта. На Украине коза, в Белоруссии дуда, в Грузии гудостири, у морисов шувыров, в Румынии чумпай. То есть у всех народов Европы такой инструмент был. Ну, кто-то его забыл, как мы, а кто-то его популяризировал. Поэтому мы про шотландскую знаем, а про свою ничего нет. В представлении большинства на Руси в прошлом существовали только балалайка, гусли и гармонь. Однако воронежец Сергей Плотников не устает доказывать, что арсенал народных музыкантов был в разы богаче. Он собрал и сделал уже около сотни старинных музыкальных инструментов. Ну, вот пастухам говорят, кто на рожках играл, тем платили больше, чем тем, которые не умели играть на рожках. Но вообще все музыкальные инструменты, вот если пастухи брать, они делали по делу. То есть вообще народ применял обычно по делу. То есть сигнал надо подавать. Он идет, играет в рожок, хозяйка слышит, корова выгоняет. Сегодня в Воронежском музее забытой музыки представлены те музыкальные инструменты, которыми пользовались начиная с 11 века. Изготавливает их собственными руками только один человек, заведующий музейным отделом в городском дворце культуры Сергей Плотников. Удивляет то, что у Сергея нет музыкального образования. Правильно слышать ноты ему помогает только безграничная любовь к музыке. И, конечно же, большой талант. Ну, инструменты, они, они, дело в том, что я и с музыкой подружился через них, да. Делаешь инструмент, его надо проверить. Чтобы проверить, я должен на нем поиграть, да. Я некоторые инструменты, я вот не все могу еще проверить, потому что, ну, там есть, когда много отверстий надо сделать, я их не могу закрыть. Поэтому у меня инструменты, там, шесть отверстий. А больше, если делать, то нужен человек, который на нем играть будет. Вот. Поэтому через них приходишь. Я вот тут и к церкви пришел через колесную леру. Звучит музыка. Когда собралась объемная коллекция инструментов, Сергей решил вывести ее на фестиваль авторской песни. Целый день рядом с ним толпились люди, интересовались, расспрашивали, пробовали инструменты в деле. Именно тогда мастер решил, что пора открывать постоянно работающий музей. Кстати, ощутить себя в роли музыканта в музее забытой музыки может любой желающий. На этом инструменте можно играть, ну, моментально, потому что он не требует подготовки. А посильнее. А теперь делаем. А теперь мы сыграем ансамблем. Только дуть нужно не длинно, как вы сейчас дули, а так, как будто плюем. Ловим ритм, мы в моем ритме играем, делаем перебивочки. Некоторые боятся осваивать. Кажется, что это сложно. На самом деле, народные музыкальные инструменты, вот когда заходят у меня профессиональные музыканты, они их осваивают, ну, моментально просто. Потому что по сравнению с нынешними флейтами, с фортепиано, то есть с концертными сегодняшними инструментами, это очень легкий музыкальный инструмент. Вот. Но, не знаю, что-то не хватает. В принципе, у нас в Воронеже уже достаточно много гуслей, вот у людей, которые я делал. Пока я не очень вижу, чтобы они звучали. Сергей считает, что старинные музыкальные инструменты не должны просто пылиться без дела, они должны жить и дарить событий и мелодии современникам. Человек современный, даже когда он едет на фестиваль исторической реконструкции, но он же не может из головы стереть понятия о музыке, которые он сейчас имеет. Он слышал Чайковского, он слышал Баха, да, Бетховена, он слышал, наше, неважно, любую попсу. То есть он вырос в другой музыкальной среде. Поэтому он скажет, ну это как-то не очень. А в древности человек, который никогда музыки не слышал, он вот, я провел посту, он говорит, ух, колдун, колдун, просто кудесник. Весен еще не написанный, сколько, скажи, кукушка, Работой. О, дороги мне жители на выселках, Камнем лежать или гореть звездой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова